Я очень рад делиться с вами новым посланием, основанным на Слове Божьем. Я хотел бы посмотреть слова ветхозаветного пророка, который получил видение будущего. Конечно, мы хотим применить видение к своей жизни, а не только к жизни Иезекииля. Это пророк, чьи слова мы прочтем. Но также к нашей современной жизни мы хотим применить его. Книга Иезекииля, 47 глава. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Если прочитать Иезекииля 47 главу, то можно увидеть, что везде, куда не попадала эта река, которая исходила из Божьего храма, из его сердца, туда приходила жизнь. Согласно Писанию, эта река войдет в мертвое море, и воды сделаются здоровыми. В настоящее время нет никакой жизни в этом море. Рассмотрим некоторые мысли из этого прекрасного пророчества о реке жизни, силы и Божьей любви. Итак, Иезекииля приглашают войти в эту реку. Действительно, прежде чем человек сможет понять все то невероятное, что происходит вокруг него, река должна коснуться его самого. В первую очередь, мы должны согласиться с тем, чтобы река Божьей силы и любви коснулась нашего существа и нашей жизни, и только тогда река сможет касаться всего вокруг нас. Мы сами должны быть затронуты. И так Иезекииля вошел в эту реку, так как человек звал его. Человек отмерил определенную дистанцию, и воды было по лодыжку. Что же означает «вода по лодыжку»? Река Духа Святого желает коснуться нашего хождения с Богом. Слово Божие призывает нас ходить во свете, в истине, в святости. Мы призваны ходить достойно Бога. Мы не должны ходить по плоти, а по духу. Дается очень много указаний, чтобы мы могли действительно ходить с Богом и быть сводимы им. Быть сводимым Господом — это прекрасно. В псалмах написано «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Бог обещает нам, что мы не должны ни о чем беспокоиться. Он желает вести нас и ведет нас по этой жизни. После многих лет христианской жизни, я могу сказать, что быть сводимым этой рекой жизни, которая исходит от Божьего престола и ведет нас согласно своим принципам и своей воле, это замечательно. А затем Иезекиэль был призван еще глубже входить в реку. Человек отмерил еще тысячу локтей, и воды было уже по коленам. Вполне возможно, что колени указывают на молитвенную жизнь. Это одно из толкований. Каково измерение нашей молитвенной жизни? Есть много уровней или измерений молитвы, много молитвенных переживаний. Когда молился Иисус, ученики видели в нем такое богатство, такую глубину, такую силу и такой масштаб, что сказали ему, научи нас молиться, потому что мы не умеем молиться. Молитва, вводимая Духом Святым, это молитва, вдохновленная Богом. Это не то, что мы сами придумываем. Это то, что Бог вдохновляет и вкладывает в наши сердца. Когда мы позволяем Духу Святому совершать свой труд и уединяемся, чтобы Он вел нас и вдохновлял нас, наша молитвенная жизнь действительно влияет на всю нашу жизнь. Молитва станет радостью, желанием, необходимостью. Сам Господь даст нам жажду молиться. Но давайте пойдем дальше. Иезекииля позвали еще глубже войти в воду. Воды было по поясницу. Это третий этап, о котором говорится в данном тексте. Что означает «вода по поясницу»? В Библии поясница символизирует чистую силу. Это мне напоминает одного человека, который имел необычное переживание, связанное с поясницей, а именно с бедрами. Речь идет об Иакове. О нем расскажу очень коротко, так как у нас нет времени вспомнить всю его историю, которая детально описана в книге Бытие. Давайте посмотрим Бытие 32 главу. Иаков находился в тесных обстоятельствах. Он хотел получить благословение, но всегда своими методами. Он лукавил, и это повлекло за собой много проблем. Он покинул свой дом, будучи в конфликте с братом Исавом. Годы проходили, и он работал вместе со своим дядей, строил семью. Однако он с дядей был в плохих отношениях и оставил его. Иаков находился в трудном положении. Он не мог двинуться ни назад, ни вперед. Именно в этот момент произошла его встреча с Богом. Вы знаете, бывает, что Бог встречается с нами именно тогда, когда мы застряли. Иаков встречается с Богом однажды. Это происходит вечером, находясь в уединении. И тут начинается борьба. Это борьба Иакова против Бога, но также против самого себя. Это борьба о плоти и духе, о ветхой природе, с ее плохим характером, и новой природы, с ее жаждой по Богу. Эта борьба длится некоторое время, но в какой-то момент Иаков говорит, «Я хочу истинное благословение». В этот момент Бог касается его бедра. Сила Иакова сломлена, так как плоть противится духу. Плоть Иакова сломлена для того, чтобы возродился новый Иаков, который станет Израилем. Истинное благословение — это когда наша природа изменена, когда мы преобразовываемся в образ самого Христа. Иаков становится Израилем. Вот оно, настоящее благословение. Итак, вода по поясницу означает преображение природы человека. Как сказал апостол Павел, плоть распинается, и дух правит. Давайте еще глубже войдем в воду, как это сделал Иезекииль. В какой-то момент он уже не мог ходить, но вынужден был плавать. Это означает, что его вертикальная позиция сменяется горизонтальной. Он теперь уже не ходит в воде, а вода носит его. Вот что замечательно. В духовной жизни всегда можно идти дальше. Сам Дух Святой, Божья сила, будет носить вас, вести вас к вашей цели, к тому делу, которое Бог приготовил для вас. Он приведет вас к новому измерению, которое вы никак иначе не сможете постичь, как только отдаваясь его воле, его жизни. Когда вы даете место Духу Святому, он ведет вас. И в завершение я хотел бы привести вам пример. Со стороны Атлантического океана есть сильный контраст между приливом и отливом. Во время отлива корабли застревают в песок и становятся неподвижными. Тяжелые судна глубоко застревают в мокрый песок, но затем происходит нечто невероятное. Когда поднимается уровень воды, корабли освобождаются от захвата песка, несмотря на их тяжелый вес, и могут дальше плавать по течению. С помощью этого примера я хочу показать вам, что какой бы ни был груз в вашей жизни, что бы не пленило вас, позвольте жизни Духа Святого править вас. Приглашайте Духа Святого взять верх. Позвольте в воде подниматься и Божьей силе являться в вашей жизни день ото дня. Приглашайте Духа Святого прямо сейчас и позвольте Ему занять еще большее место в вас. Он будет вести вас. Он будет освобождать вас. Он поведет вас в глубокие воды к вашему предназначению, так же, как и те корабли, которые застревают на время, но лишь только для того, чтобы потом быть подхваченными потоком Божьего Духа. Будьте обильны, благословенны. Господь призывает вас войти в реку Его силы, благодати, любви и откровений. Пусть эта вода коснется ваших лодыжек, колен, вашей поясницы и всей вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok